Привет! Меня зовут Зибута Джибаева, я главный редактор портала YORTAG, и сегодня мы поговорим с вами хоть и на русском, но о поисковых запросах, что очень важно знать каждому журналисту для того, чтобы поисковики Яндекс и Google считывали ваш текст и показывали пользователям. В первую очередь пойдет речь о SEO-тексте. Почему это важно? Потому что текстовый материал должен иметь ключевые запросы, те, которые задают в поисках пользователя. Тут должны быть вписаны ключи, соблюдена структура новости или материала любого, и соблюдены критерии. При этом должен быть материал очень качественным, нельзя забывать о том, что вы пишете для поисковиков, но при этом для пользователей. Какие инструменты должны быть у вас под рукой, если вы редактор? Это счетчики, которые необходимо установить на сайте Яндекс Метрика и Google Analytics. Также на сайте должно быть Webmaster Яндекса и Search Console от Google. Тогда вы увидите анализ показателей поиска вашего сайта в Яндексе и в Гугле. Чтобы сравнивать аналитику по вашим конкурентам, необходимо пользоваться SimilarWeb. А для того, чтобы отслеживать, какие поисковые запросы актуальны сейчас у ваших пользователей, вы должны пользоваться Word Start и Trend Google. Word Start также могут пользоваться просто журналисты. Я позже покажу вам, что это такое и почему очень важно отслеживать на этом ресурсе поисковые запросы ваших пользователей. Что вы также должны знать о топ запросах в Яндексе? Топ запросов Яндекса это первая страница результатов выдачи поиска сайтов по любому запросу пользователей. Топ-10 это первые 10 сайтов выдачи. И если ваш сайт настроен правильно, то вы должны по ключевому запросу попасть в эту десятку. Это очень важно. Проверить, насколько выдается ваш сайт в поиске вам необходимо с помощью режима инкогнито. Тогда вы уже точно узнаете, есть ли ваш сайт в топ-10 Яндекса. Google Discover показывает контент, даже если пользователь не вводит запрос в Гугле. То есть ему подтягивается тот контент, который релевантен всем его предыдущим запросам. Он может подтягивать вам материалы по геолокации и по вашим предыдущим запросам. Это очень удобный инструмент для сайтов и попасть туда в принципе довольно непросто. Но если сайт оптимизирован под Google поисковики, он обязательно подтянется. Как попасть в ленту Discover? Это конечно задача редакции и программиста сайта. Он должен быть в первую очередь проиндексирован в Гугле. Контент сайта должен соответствовать стандартам новостей и учитывать поисковые запросы и интересы аудитории. Но при этом вы сами можете отследить, если ваш материал попал вам в Гугле, именно в Google Discover. Отслеживайте, смотрите, вбивайте поисковые запросы и в следующий раз вы обязательно увидите свой материал в своей ленте Google Discover. Что нужно понимать сразу? Ключевая фраза это несколько слов, под которые оптимизируется конкретная страница сайта. Для повышения конверсии, улучшения видимости в результатах поиска в Яндексе или в Гугле, не важно, владельцы сайтов предпочитают использовать ключевые слова таким образом, чтобы они полностью совпадали с поисковыми запросами своей аудитории. Это же могут делать сами журналисты. Например, вам необходимо проверить или написать материал о денежных переводах. Соответственно, денежные переводы вы проверяете в поисковых запросах. Яндекс очень часто выдает не просто денежные переводы, он вам выдает насколько и как используется фраза денежные переводы с другими фразами. Например, денежные переводы из России в Таджикистан. Если ваш материал именно об этом, вы должны использовать эту ключевую фразу полностью. Что любят пользователи и поисковые системы? Начинайте заголовок с поискового запроса, добавьте дополнительные слова. Например, вы пишете о денежных переводах, пишите денежные переводы из России в Таджикистан и далее. Но при этом надо помнить, что ваш заголовок должен не превышать 72 знака. Это очень важно, чтобы поисковые запросы полностью отобразили ваш заголовок и читатель с первого раза понимал, о чем идет речь. Далее делаем метад description. Это фактически наш лид. Он не должен превышать 165 знаков. И ключевая фраза точно также должна быть прописана в метад description. Используйте короткие и легко читаемые URL. Это, конечно, больше к программистам и редакторам, но при этом вы также можете проконтролировать, чтобы обязательно поисковый запрос был прописан в URL. Используйте картинки, видео, диаграммы. Все то, что увеличивает время просмотра страницы. Это также влияет на ранжирование вашей публикации в поисковых системах. Поместите свое главное ключевое слово один раз в подзаголовок. Он обычно на сайтах помечается как H2 и H3. Поместите главное ключевое слово в первые 100 слов вашего текста. Используйте по возможности исходящие ссылки. Статьи с исходящими ссылками на релевантные страницы ранжируются в Гугле, например, порядка выше, чем без них. Добавьте 2-3 внутренние ссылки. Это тоже повышает ранжирование вашего материала в Гугл или в Яндексе. Вы, конечно, как журналист, не можете повлиять на то, как загружается ваш ресурс, но вы должны знать о том, что если страница загружается более 4 секунд, значит ваш сайт не очень хорошо будет отображаться в поисковых системах. Используйте в текстах ключевые слова, связанные, синонимы, и не забывайте о геолокации. Очень часто задаются запросы Таджикистан. И никто не задает фактически в поисковиках РТ или ДжТ. Поэтому всегда пишите Республика Таджикистан или Таджикистан. Оптимизируйте картинки. Мы об этом говорили ранее. Очень важно прописывать латиницей название картинки. Тогда в поисковых запросах она будет также отображаться. Не пишите слишком короткие тексты. Ну и не пишите их слишком длинными. Тексты, конечно, должны быть все-таки ориентированы на читателей. Не забывайте о ключевых поисковых запросах, но при этом думайте больше о своем читателе. Таджикистана, к сожалению, нету в Google Trends. Но по ссылке, которая будет в описании, вы можете перейти и посмотреть, как можно, например, по России отследить тренды, которые сейчас, например, на сегодняшний день популярны в Google Trends. И вы можете при этом также написать свой материал по тем запросам, которые актуальны, например, в России. Следующие ссылки касаются по геолокации. Вы тут только единственное можете сравнить, в каких регионах по Таджикистану, например, ваш поисковый запрос лучше обрабатывается. Вам будет выдано 4 региона. Это Горный Бадахшан, Сагдийская область, РРП и Хатлон. Wordstat, Яндекс.Ру – это обработка поисковых запросов. При этом вам будет выдаваться не только сколько запросов было по одному слову, будет показывать, как еще люди используют поисковую фразу с вашим ключевым словом. Например, я ввела слово Таджикистан, и за последний месяц только по Таджикистану его популярность выросла на 44 тысячи процентов. Если вы перейдете на карту, если вы перейдете просто на список, вам выдастся еще дополнительные фразы, которые используются, например, со словом Таджикистан. Это новости Таджикистана, погода в Таджикистане и так далее. На этой картинке вы можете увидеть, сколько слова Душамбе вбивалось в поисковике Яндекс. Например, за последний месяц это было 656 тысяч. При этом Яндекс вам выдает, какие еще фразы используются со словом Душамбе. Например, погода в Душамбе, Душамбе 10, Душамбе день и так далее. И если вы, например, хотите написать о Душамбе, вы должны также помнить, например, какие можно еще использовать фразы ключевые для того, чтобы в Яндексе ваша публикация отображалась лучше. Вот по этим ссылкам вы можете посмотреть, как, например, ищут различные медиа таджикские в том же Google Trends. Вам будет отображаться, в каких регионах больше, например, запрашивается Озуди и, например, Азия Плюс. Здесь вы увидите, как, например, ищут медиа по Таджикистану. Например, радио Озуди больше просматривают в Хароге, в Горном Бадахшане и в Хатлонской области. А вот Азию Плюс, например, больше запросы идут с районов республиканского подчинения и Сардийской области. Это значит, все-таки читатели больше, например, с севера Азию Плюс читают, а Озуди читают больше на юге. На этом наш урок закончен. Мы сегодня говорили о поисковых запросах и о том, что любят поисковики. Конечно, с этим больше должны работать редактора, но вы, как журналисты, тоже должны понимать, что поисковые фразы, которые вы будете использовать в ваших материалах, очень важны для того, чтобы поисковики лучше обрабатывали ваш материал и выдавали их читателю. Спасибо. До свидания.